Покорить самые знаменитые горы Приполярного Урала удалось участникам проекта «Молодежное путешествие по коме». Десять дней активные представители нового поколения наслаждались видами народной и монораги. Сегодня ребята уже распаковали чемоданы, а полученных эмоций еще хватит надолго. Виктория Палкина встретилась с юными путешественниками. На встречу новым впечатлениям и знакомствам. Именно с такими настроениями участники проекта «Молодежное путешествие по коме» отправляются в поездки. Одно из направлений – событийный туризм. Усылимская горка и Ижимский луд – самобытная культура, которую можно прочувствовать, побывав в гуще событий. Уже прошло много времени, а эмоции до сих пор меня переполняют. Мы узнали очень многого об Ижинской земле. Там такие прекрасные люди. Я знаю, что в ближайшее время я бы вряд ли выехала на такое мероприятие, а «Молодежное путешествие по коме» правда дало мне возможность увидеть республику с новой стороны, влюбиться в нее заново. 2023-й был объявлен главой коми «Года молодежи». Тогда и родилась идея активных и перспективных познакомить с республикой поближе. Участниками проекта «Молодежное путешествие по коме» в первый его год стали больше 200 человек. С июня по сентябрь водили хороводы, сплавлялись по горным рекам, поднимались к вершинам приполярного Урала. Впечатления исключительно положительные. Это здорово вырваться на природу, на дикую, нетронутую природу, оторваться от мира, от связи. Особенно, когда по работе ты постоянно что-то делаешь, постоянно в соцсетях. Здорово устроить такой небольшой ретрит. В этом году в проекте шесть проверенных маршрутов. Стартовало «Молодежное путешествие по коме» 2024 в скалах Ухтинского поселка Сидью. Финишируют в Печоро-Илычском заповеднике. У ребят еще есть отличная возможность отправиться в бесплатный тур и открыть для себя республику. Путешествие 11!